И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Друзья, это вторая часть топ самых красивых мест в мире Space Engine, ну, по крайней мере, на мой взгляд, места, которые я нашел, и для меня они показались самыми интересными на данный момент времени. Возможно, и дальше мы что-то найдем с вами еще более интересное. Итак, первая в нашей серии это вот такая вот звезда, огромная звезда, красный сферогигант, звезда под названием VOG G64. Посмотри только на ее огромный... сейчас подожди-ка... так, вот она. На ее огромный диаметр системы, 2000 астрономических единиц. То есть, я тебе скажу так, здесь поместилась бы вся наша полностью солнечная система. Масса, 19 масс Солнца, но температура здесь, конечно, невелика. 2600 по Кельвину, где-то приблизительно 2400, наверное, по Цельсию. Я не знаю, могу ошибаться, поправляйте в комментариях. И, кстати говоря, у этой звезды есть пять планет, я надеюсь, с которых можно сейчас с вами будет рассмотреть со стороны эту звезду. Так, кстати, где находится эта звезда? Для кому интересно, эта звезда находится в Магеллановых облаках. Кстати, да, вот Млечный Путь на фоне. Так, ну что ж, давайте, короче говоря, не будем долго тянуть кота за хвост. Так, число планет пять. Давайте рассмотрим ее планетарную систему. У нас пять планет. Горячая пустынная Терра. Еще одна горячая пустынная Терра. Ну тут что, все горячие пустынные Терра? Я не пойму. Да, наверное, да, все планеты расположены близко к своей звезде, поэтому это все Венеры, скорее всего, я думаю. Даже давайте к самой ближней планете перелетим. Так. Да, это больше, конечно, похоже на Венеру, напоминает Венеру. Такс, подождем. А, кстати, у планеты есть Луна. Вот, в принципе, с Луны можно будет поглядеть на звезду. Правда, это безвоздушная мини-Терра. Так, ну давайте попробуем. Почему бы нет? Давай опустимся на поверхность и докажем на себе то, что это все-таки, наверное, скорее всего... Как я и говорил, это Венера. Давайте приземлимся на объект. Так. У нас будет прорисовка поверхности. Да, вот она, прорисовочка поверхности. И что мы тут наблюдаем? А мы наблюдаем... Да мы ничего здесь не видим. Здесь пустыня. Вообще, по идее, я могу сказать так, здесь вообще поверхность должна быть раскалена. Но почему-то Space Engine не хочет обрабатывать это. Ну, а если посмотреть на... Конечно же, на небо с этой планеты, то да, здесь плотная атмосфера. И звезда у нас где-то в этом районе примерно, которую мы не сможем наблюдать. Давай поднимемся немножко выше от поверхности. Вообще, да, здесь нету даже вулканов каких-нибудь... Какие-нибудь вулканы хотя бы, как на Венере. Ладно. Чуть повыше. Да, это больше напоминает Венеру. Поверхность вся такая в точности. Так, ладно. Где у нас Луна? Вот она, наша Луна. Луна влог 64. И мне нужна сама звезда. Вот она, наша звезда. И сейчас попробуем посмотреть на звезду с поверхности Луны. Как это будет выглядеть. Зрелищно, не зрелищно. Наверное, где-нибудь вот здесь, на закате, наверное, скорее всего. Так. Ох. Если стоять на этой Луне и представлять, что... Блин. Ты видишь, можно сказать, протянуть руку. И можно как будто держать всю солнечную систему на ладони. Ты видишь всю солнечную систему полностью. Потому что по размерам это солнечная... Наша солнечная система. Блин. Обалдеть. Так. А планеты... Самой планеты здесь не видно? Где первая... Самая ближайшая планета? А, она на той стороне, то есть. Ну, давай перелетим. Почему нет? Где-нибудь... Можно даже вот тут спуститься. Так. И можно, в принципе, наблюдать... ...планету и, наверное, я думаю, звезду. Я не знаю. Блин, ну, я хотел навести фокус, чтобы было видно и планету, и звезду. Но, мне кажется, у меня сейчас это не выйдет. Надо где-то приземлиться... Чуть правее, я думаю. Нет. Ну, это на самом деле, я считаю, это... Топ. Нашей... Нашего первого путешествия в этой серии. Просто огромная звезда. Почему я ее не включил в топ самых больших звезд? Мир и Space Engine? Не знаю. Ладно, друзья, давайте отправляемся в другое, наверное, более интересное место. Погнали. Итак, друзья, второй номер сегодняшней нашей части. Далекая туманность в далекой галактике. Я не знаю, мы находимся очень-очень далеко от дома с вами. Если хотите, я вам могу даже сейчас продемонстрировать расстояние до нашей галактики Млечный Путь. Так, давайте посмотрим. Давайте просто, наверное, Земля можно... Видишь, да? Расстояние 2,5 миллиарда... 500 миллионов, наверное... Нет, 500 тысяч миллиардов световых лет. Да, ребят, действительно, я забрался очень далеко. И нашел вот такую удивительную красивую туманность. Я не знаю, на что она похожа. На какого-то цыпленка, что ли, или на собаку в перевернутом виде. И здесь есть внутри нее звезды. Ну и, соответственно, наверное, я думаю, даже есть какие-то планеты. И я думаю, сейчас мы посмотрим потрясающие виды. Давайте залетим внутрь. Ух ты, посмотри, как здесь обалденно шикарно. Здесь настолько все красочно. Если бы, конечно, это все бы шевелилось. Ускорить бы время. Это бы все было приведено в движение. То, я думаю, даже мы бы увидели, как туманность распространяется. Увидели бы мельчайшее ее движение. Но, к сожалению, это невозможно. Хотя, вообще, она, по идее, идет с огромной скоростью. Все эти газы. Так. Ну, давайте, ладно. Выберем, наверное, самую ближайшую, наверное, к нам звезду. Так, желтый гигант, довольная. Что у нас по планетарной системе? Так, планетарная система. Вот холодная пустынная Тера. Это что, криогенная пустынная аквария? Так, диаметр 16 тысяч. Состав атмосферы. Температура минус 196. Есть луна. Ну, я думаю, наверное, отсюда у нас будет какой-нибудь, да никакой вид. Давайте попробуем. Так. Криогенная пустынная аквария. Ну, есть, по-моему, кое-какая небольшая... Небольшой слой атмосферы. Ух ты, блин. Слушай, шикарные. Это звезды? Да, это звезды. Это так... На таком близком расстоянии все эти звезды друг от друга. Да ладно, обалдеть. Так, хорошо. Посмотри, сколько у нее лун, да? Только что я их видел, где они. Вот, раз луна. У нее, по-моему, ну-ка, 8 лун, если я не ошибаюсь. И смотри, вот они все друг за дружкой прямо тянутся. Так, ну давай быстрее на ночную сторону, наверное, я думаю, переместимся. Так. Опускаемся. Отлично. Такс. Прорисовка поверхности. Я хочу поверхность посмотреть. Какие-то мелкие зернистые камни или что это? Да, ну, есть тонкий-тонкий слой атмосферы на этой планете. Так. Давайте посмотрим на небо. Ну, здесь достаточно, я тебе скажу, ярко и красиво. Блин, офигеть. Все-таки вот эта вот розовая такая туманность, да, она кажется настолько огромной. Похоже, что-то на лепестки роз, по-моему. Нет, ну вот это вот, вот это вот шикарный вид, согласись. На фоне галактики, поясы, да? Как будто розовые облака, да? Это достаточно, я считаю, красивое место. В нашей сегодняшней серии, я думаю... Смотри, еще даже, по-моему, у нас есть здесь северное сияние. Так. Ну-ка, стой. Нет, ну, здесь красиво. Здесь очень красиво, особенно вот... Все эти звезды, которые расположены друг с другом, они смотрятся, ну, просто... Я нахожусь, честно говоря, под впечатлением. Не знаю, как вы, друзья. Так, а давай-ка попробуем перемотать время и посмотрим смену дня и ночи. Ох, посмотри, какой блеск от этого самого, да? Блин. По-моему, небольшой слой облаков. Больше похоже на приближенное скопление... Звездное скопление Плеяды. Вот это как будто перевернутая большая медведица. Смотри. Ух ты. Здорово. Не, ну, это здорово, конечно. Честно, я тебе скажу, это классно. Восход звезды. Не, ну... Классно. Так. У нас Луна. Еще одна Луна уходит за горизонт. Ты представляешь, на этой планете можно наблюдать семь лун. Наверное. Семь лун. И днем, и ночью, я так думаю. Кстати, смотри, даже на рассвете, можно сказать, уже ближе, наверное, к полудню ты видишь на дневном небе звезды. Они расположены, да, очень друг с другом рядом. Клево. Я думаю, что это, наверное, в нашей сегодняшней серии, наверное, самое лучшее место, по крайней мере, сейчас, которое мы нашли и которое попадает в наш топ. Я думаю. Ну, конечно, сама туманность, да, она очень красивая, она большая. Я забыл посмотреть ее диаметр. Так. Туманность. Диаметр 26 световых лет. Ну, в принципе, она не такая уж и большая, как может показаться. Да. Ну что ж, друзья, давайте перейдем к следующему нашему обзору в этой серии. Поехали. Друзья, третье место в сегодняшнем нашем, так сказать, хит-параде. Хит-параде топ самых интересных мест Space Engine занимает вот такая интересная галактика, друзья. Это галактика М82 диаметр 39 1420 световых лет. Так, светимость, я так понимаю, это 2 миллиарда, наверное, с чем-то, 2,5 миллиарда звезд. И посмотри, что самое первое бросается, конечно же, тебе в глаза. Это вот такие вырывающиеся, я не знаю, как это назвать, то ли газы, то ли... Ну, наверное, да, скорее всего, какие-то газы, слияние, туманность, что это, я не могу понять, блин. Но это круто, это классно, посмотри. Я, честно говоря, я первый раз такое, блин, вижу. Я, конечно, знал о галактике М82, но не знал, что здесь можно увидеть такие красоты. Посмотри, здесь неподалеку, кстати, есть у нас еще галактика, мини-галактика, да, и не одна, которая окружает М82, это галактика EC2574, галактика ХО-9, я так подозреваю. И, по-моему, где-то у нас еще была маленькая мини-галактика, где-то, по-моему, она с левой стороны. Сейчас я не знаю, найду ее или нет. Но, в общем, это просто обалдеть. Кстати, здесь неподалеку еще затаилась М81, и здесь есть еще вот такая красота, галактика NGC 2976. И отсюда, опять же, видно еще галактику KDG61. Блин, мне хочется прямо сейчас на них на все сгонять, посмотреть, летать. Блин, я не знаю, это столько потребуется времени. Остановлюсь я, наверное, на М82. И сейчас я... Подожди-ка, давай-ка ближайшей, наверное, звезде. Так, я хочу, знаете, какой вид сделать, чтобы было видно вот эту огромную вырывающуюся туманность, наверное, что ли, и саму галактику. Так, желтый сверхгигант. А здесь у нас поближе-то ничего нету, никакой звезды. Ох, здесь офигенно будет сейчас все смотреться, я тебе обещаю. Андромед... О, Андромеду видно отсюда. Так, голубой сверхгигант, тройная даже. Ну, давай перелетим к этой звезде. Число планет 6. Так, где у нас... О, даже ты посмотри, даже имеется черная дыра у этой звезды. Ну-ка. Ух ты. Красотища-то какая. Какая красотища, ты только посмотри. Это звезда? Да, по-моему, это звезда, и... А планеты, смотри, все летят, короче, их засасывает, я так понимаю, черная дыра? Скорее всего. Так, ну и где нам открыть этот прекраснейший вид? Жаркая пустынная Терра. давай переместимся сюда. Так. Нам, чтобы все это увидеть, увидеть все эти галактики, мини-галактики. Так, подожди, ночную сторону, наверное, сейчас мы выберем сразу же. Вот тут, наверное, можно будет сесть. Я надеюсь, здесь не очень плотная атмосфера на этой планете, чтобы мы с вами все как следует смогли рассмотреть. Нет, ну здесь довольно-таки плотная атмосфера, скажи я тебе. И отсюда не очень все это смотрится. Давайте найдем другую, наверное, планету. Так, подожди. Вот красный гигант. Число планет 6. Так, что мы имеем? Нейтронная звезда. Смотри, даже есть нейтронная звезда. Рядом с красным гигантом. Обалдеть. Я, конечно, такое вижу в первый раз. Честно скажу. Жесть, сколько у нее градусов? 30. Тысяча мне показалось, да? Так, ладно, жаркая пустынная терра. Давай приземлимся на нее. Боже, тут тоже плотная атмосфера. Ну, дайте какую-нибудь планету мне. Дайте мне что-нибудь попроще, пожалуйста. холодная озерная субаквария. Тоже плотная атмосфера, да? Так, холодная пустынная еще одна аквария. Слушай, я, наверное, не найду сейчас поверхности нигде. Ну, наконец-то. Вроде бы, как бы, можно что-то сейчас будет рассмотреть. Давай посмотрим. Сейчас самое главное найти нам звезду. Так, это у нас луна, вот наша звезда. Ну, что ж, давайте включим ускоренный режим и дождемся ночи, наверное, я думаю. о, планета-то у нас еще, она и с колечками, посмотри. А вот и наша галактика М82. Ну, конечно же, все рассмотреть так, как хочется мне, блин, это нужно, я не знаю, иметь вообще мониторище огромное. Конечно, хотелось бы это все своими глазами увидеть. Великолепно смотрится, великолепно все эти галактики смотрятся рядом друг с другом. Я под впечатлением. Так, давай-ка такой режим мы сделаем. меня, заинтересовали вот эти маленькие галактики, я на них обязательно, обязательно я на них слетаю и рассмотрю их, рассмотрю их вида. Кстати, ребята, пока я снимал эту серию, меня натолкнуло на одну очень хорошую мысль, на следующее видео, которое я сниму. У меня появилась, так сказать, идейка, друзья. Восход? Блин, я, конечно, хотел бы рассмотреть, как это все медленно, как медленно заходит солнце и как все это медленно все эти красоты уходят у нас за горизонт, все эти галактики и мини-галактики. Ну что ж, друзья, наверное, буду я на этом заканчивать свою серию, спасибо всем, кто посмотрел, кто поставил пальчик вверх, обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие путешествия по вселенной мира Space Engine, друзья. Ну что ж, друзья, всем пока и помните, космос и вселенная бесконечно и мы только начинаем в нем свое путешествие. Пока, друзья, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok